здравствуйте уважаемые друзья и зрители моего канала уважаемые зрители и друзья канала на дворе 2019 год а это значит что не за горами посевной сезон и сегодня нам хочется рассказать вам какие сорта и гибриды томатов мы планируем сеять в этом дачном сезоне начнем с эндотерминатных томатов с неограниченным ростом крупноплодных сортов в этом году обязательно посеем такие сорта полюбившиеся нам как мазарини фрекенбок чудо земли ботяня на этих сортах долго останавливаться не буду так как на своем канале мы рассказываем о них сейчас появится подсказка на экране или можно ознакомиться с информацией пройдя по ссылке внизу в описании к видео также терминантные сорта как кенигсберг и золотой кенигсберг гусиное яйцо они полюбились нашей семье и о них мы тоже говорим в видео теперь перейдем к сортам эндотерминатных томатов которые мы будем сеять впервые крупноплодный томат нонна м урожайность до 5 килограммов сердцевидные плоды малина розового цвета сахарные плод достигает до 700 граммов томат микада сибирику для открытого грунта урожай до 6 килограммов с растения плоды достигают до 600 граммов для салатов соков и других блюд плоды розовые сердцевидные с ярко выраженным вкусом сорт томата королева рынка что привлекло нас в этом томате это хорошая транспортабельность и плоды хранятся до двух месяцев но при этом они остаются вкусные плоды салатного назначения вес плода достигает до 250 граммов сорт среднеспелый рекомендован для теплиц но мы их будем выращивать в открытом грунте следующий томат это спецназ растение среднерослое первые плоды до 1 килограмма красно-малинового цвета мяко цахаристая и с малым количеством семян устойчив к растрескиванию томат княгиня с удлиненными плодами весом до 400 граммов плоды плотные мясистые прекрасно подходят для засолки высокоурожайный сорт завязывает до 9 кистей томат казанова сорт для защищенного грунта но мы его будем выращивать в открытом кисти формируется до 5 интенсивных красных плодов длиной до 20 сантиметров плодоношение очень обильное хочется отметить что название говорит само за себя томат груша розовая среднеспелый сорт плоды грушевидной формы розовый плотный сорт урожайный рекомендован для употребления как свежим так и в консервированном виде отличный ранний сорт с плодами оригинальной формы томат перцевидный розовый мы уже сажали его как-то один год нам очень понравился решили повторить еще посадку этого сорта он предназначен для выращивания в закрытом грунте но у нас он и прекрасно рос в открытом кисти формируется до 5-6 красивых длинных плодов перцевидной формы мясистые устойчивы к растрескиванию хорошо переносит транспортировку мякоть превосходно вкусная нежная и сочная эти томаты подходят как и для консервации так и для приготовления салата следующие сорта детерминатные с ограниченным ростом сорт сибирская тройка петруша огородник розовая стела частые гости на нашем огороде я уже неоднократно не говорила своем видео это очень вкусные сорта поэтому останавливаться сегодня на них не будем крупноплодный детерминатный сорт алсу можно успешно выращивать как защищенным так и в открытом грунте плоды почковидной формы глянцевые великолепного вкуса очень крупные мы садили этот томат и остались довольны популярный крупноплодный сорт м чемпион для открытого грунта отличается очень высокой урожайностью хочу сказать что мы садили уже этот томат вкус детерминатный плоды сердцевидной формы очень крупные до 700 граммов плотные мясистые красно-розового окраса сорт обладает действительно высокой урожайностью но хочу заметить что этот сорт очень быстро вершкуется поэтому его обязательно нужно посынковать томат курочка не сушка для открытого грунта как заявляет производитель быстро растет не требовательен к уходу плоды массой до 140 граммов вкусные как в свежем виде вращив засолки и консервации плоды имеют ярко-красный цвет яйцевидной формы томаты от фирмы гавриш большая мамочка очень ранние плоды сочные красивые массы от 220 до 340 граммов мякоть сладкая рекомендуют выращивать в открытом грунте и массы плодов достигает до 340 граммов томат чибис от фирмы гавриш с цилиндрическими плодами вкусные плотные плоды массой до 60 граммов подходит для всех видов употребления томат розовая рафаэла средний ранний с высоким вкусовым и товарным качеством завязывает до семи кистей плоды розовые примерно 220 250 граммов в новом сезоне решили посадить побольше гибридов так как погодные условия оставляют желать лучшего а них в открытом грунте дают неплохой урожай хотя я знаю что гибриды намного уступают по вкусовым качествам сорта но зато они более урожайные их можно запросто пустить на соки и для консервации гибрид королева виктория обещает нам ранний урожай томаты товарного вида растение детерминатное завязывает дружно плоды клубничной формы плоды плотные транспортабельные устойчивы к растрескиванию этот гибрид устойчив к стрессу и заболеваниям следующий гибрид петр гибрид очень ранний для теплиц но как я уже говорила мы все выращиваем в открытом грунте скороспелый растение высокая есть с 8 6 плодами массой до 150 граммов окрас плода малиновый удлиненной сердцевидной формы написано что очень транспортабельным гибрид спрут от фирмы седек также написано что он для теплиц но продавец меня заверил что этот гибрид можно удачно выращивать и в открытом грунте плоды круглые красивые до 160 граммов вкусовые качества отличный устойчив к заболеваниям гибрид новосибирский растение высокая до полтора метра плоды ярко красные до 500 граммов легкие транспортабельные мякоть сахаристая отлично приспосабливается к климатическим условиям и желтых томатов мы посадим два сорта это хурма и сладкий пончик ну как-то в нашей семье не очень любят желтые томаты но все же мы их сажаем у хурмы плоды плоскоокруглые мясистые массы вырастают до 500 граммов с большим содержанием каротина в плодах сладкий пончик раннеспелый с хорошим вкусом плоды массой до 150 граммов кисть простая высокая урожайность независимо от погодных условий же и мои зрители конечно у нас есть и семена которые мы выпускаем сами и и те томаты которые уже утеряны давно название их мы тоже будем сажать но я не вижу смысла делать на них обзор поэтому на сегодня все спасибо вам большое за внимание если вам понравилось видео ставьте лайки это поможет другим зрителям ознакомиться с информацией подписывайтесь на наш канал если вы еще не подписаны жмите на колокольчик чтобы получать уведомления оставляйте свои отзывы комментарии и рекомендации по сорта не забывайте указывать пожалуйста фирму производителя и в каком регионе вы проживаете и где вы выращиваете свои томаты в открытом грунте или в закрытом а мы вам желаем отличного настроения прекрасной погоды крепкого здоровья и замечательных покупок до новых встреч пока пока